Что-то потеряла? Ты должен был подарить мне подарок. Да, хороший подарок. А в чём дело? Возможно, ваша дочь стала важной свидетельницей. Вы знаете, как с ней можно связаться? Нет. У нас осталось 12 секунд. Мы договаривались о двух миллионах. Не всё сразу. Это не я, Бобби. Тогда кто? Я позабочусь об этом. У меня для тебя есть новая работа. Меня не интересует. У меня здесь миллион. Я хочу побыстрее отмыть деньги. Мне плевать, если я потеряю по 50 центов с доллара. Что? Да брось, деньги чистые. Вы с Чарли давно занимаетесь этим. Ты с ней говорил? Нет, нет, постой, постой. Не надо. Один из золотых слитков нашли рядом с созданием компании Logan International. В Бостоне? На нём название шахты, вес и номер. На машине были номера, давно числившиеся в угоне. Бостон, Массачусетс. Он был под сидением? Да. Похоже, они поменяли машину в Чикаго и приехали в Бостон. И когда эта машина была угнана? Полтора дня назад. И здесь есть плавильный цех? Да. В 12 кварталах. Что за цех? Драгоценные металлы, золото и серебро. Вы допросили их персонал? Да, пока ничего. Но если они переплавили там полтонны украденного золота из Рино, кто-то должен был это заметить. Они забыли слиток. Они торопились. Один выскользнул. Рэй Лиотто. Похоже, ты отдохнул. Вирджиния Мэтсон. Как твой бизнес с чашками? Саймон Бейкер. Всё ещё злешься. То, что произошло в Рино, расстроило всех нас. Джонни Ли Миллер расстроила? Мы хорошая команда, Бобби. Это рискованный бизнес. Фрэнки Джи. И то, что в прошлом у нас не было подобных осложнений, впечатляет. Это был твой человек. Эми Смарт. Да. Да. Но в прошлом на него можно было положиться. Крис Бауэр и другие. Твой человек пытался убить меня. У меня есть для тебя работа. Меня не интересует. Ты как ребёнок. Из-за одной ошибки всё бросишь. Ты совершал ошибки, и я тоже. Но мы с тобой знаем друг друга очень давно. Не так ли? Спасибо за воду. Тебе не идут капризы. Сядь. Там холодно, Бобби. Привет, Джимми. Как всё прошло? Бостон – отличный город. Отличные бары. Я оставил машину в паре-кварталах от цеха. Слиток положил под сидение. Никто ничего не видел. Да. Решил факс из Рино. Они нашли кое-что на записи с камеры на заправке. Что? Дороти Коллинз. С кем она говорит? Лохматый блондин, высокий, атлетическое, телосложение. Похоже, это один из тех, кто ограбил музей в Питтсбурге. Точно. Нет, пожалуйста. Нет, мне пора. Пожалуйста. Пусть кто-нибудь другой натирает полы. Да. Я думал, они завтра уезжают в Европу. Только в субботу. Сегодня вечеринка по случаю дня рождения. Там будет полно прислуги. Они справятся. Я опаздываю. Она меня убьёт. Ты будешь паковать их вещи? Она забрала все драгоценности из банка. Мне даже подходить к спальне нельзя. Тогда тебе незачем туда идти. Останься. Я не могу. А вечером ты работаешь? Нет, вечером не работаю. Хорошо. 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 Тук-тук. Когда вернулась? Пару дней назад. Кредитки нужны? Не сейчас. Ты в порядке? Плохо выглядишь. Да нет. Просто... Тебе что-нибудь нужно? Мне бы не помешали деньги. Посмотрим. Привет, любовник. Привет. Я наблюдал за этим с самого начала. Хотя меня это даже не касается. Это какое-то безумие. А потом он поднял цену до двух сотен. Давай, выкладывай. Не пойми меня неправильно. Я люблю бейсбол. Но 200 тысяч долларов за бейсбольный мяч? У меня есть мяч Микки Мэнпла. Купил на аукционе три года назад. Заплатил сотню. Но две сотни. Две? Этим мячом бейб обыграл Дизи Дина в 35-м. Кто? Единственный раз Дин промазал. Они оба расписались на мяче. Это ценный мяч. Ты его купил? Я купил. Ты же не хотела бы с Тио. У меня есть мячи Бэйба. Но не Дизи Дина. А тебе он не нужен? Не за 200 тысяч. Чатсуорт, Калифорния. Кто нам нужен? Филиппинский повар? Нет, мексиканский. Рената работает у них. Ты знаком с ней двое суток? Трое. Она мне нравится. Когда мы закончим тут, я вернусь к ней домой. У вас был бы шанс, если бы вы подошли поближе. Она на кухне. Моет посуду. Итак, компания Суэр Пеппер в этом году выполнила план на 100%. Композитор Дак Дингелес. Хорошая работа. Теперь мы можем подумать о бонусах. Это значит еще 8,5 миллионов единиц товара к концу сезона. Продюсер Эндрю Стерн. Это не так уж просто, но если мы пойдем на это, каждому понадобится дополнительные 4 тысячи долларов. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Автор сценария Тереза Рэббек. Режиссер Кристофер Чулак. Хорошо выглядишь. Привет. Привет. Когда вернулась? Недавно. Мы решили, что ты встретила принца и уехала. Пока нет, все еще в поиске. А что случилось с тем банкиром? Ну, помнишь, прошлой осенью? Уже забыла? Лайл Джонсон, преуспевающий банкир. У меня для тебя сюрприз. Оказалось, он был женат. Критин. Хотя он помог мне купить квартиру. Почему? Недавно я просматривала старые снимки и увидела вашу фотографию. Да он урод. Хотя тот уикенд был веселым. Хочешь попозже чего-нибудь выпьем? Да. До встречи. Пока. Не думал, что ты играешь. В Вегасе все играют с тем. Можно задать вопрос? А у меня есть выбор. Ты хорошая девчонка. Мне нравятся ваши отношения с Дэйвом. Ты знаешь про его жену, и тебя это не беспокоит. Почему ты решил, что меня это не беспокоит? По той же причине, по которой я думаю, что ты не играешь. Ты больше похожа на деловую женщину. Спасибо. Если захочешь что-то изменить, позвони мне. Я о тебе позабочусь. Гораздо лучше, чем Дэйв. Поверь мне. О, извините. Слушаю. Здравствуйте, мистер Коллинз. Это Джулиана из компании Home Depot National. Ну, как поживаете? Сейчас неподходящий момент, Джулиана. Питтсбург, Пенсильвания. Кто это было? Реклама. Ты в порядке? Пришлось сменить телефоны. Возможно, нас прослушивают. ФБР? Они снова приходили? Дважды. Спрашивали что-нибудь новое? Нет, спрашивали про Питтсбург. Я одолжил сотовый у друга на случай, если ты позвонишь. Это безопасная линия. Умно, папа. Теперь ты знаешь, в кого ты. Слушай, ты в порядке? Надеюсь, ты уехала из страны. Не говори мне, но тебе стоит уехать. Ты счастлива? Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще раз спасибо. Пожалуйста. Почему он свою долю получает, а я нет? Потому что ты ее потратишь. И что? Я думал, мы копим деньги. Доброй. Дай мне немного. Сколько? Сорок. Хочешь, чтобы я дал тебе сорок тысяч? Моя доля восемьдесят. Это всего половина. Нам предстают расходы. К примеру, нужен новый дом. Ведь предыдущий разнес твой приятель с Гавайев. Хорошо, тридцать пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Продолжение следует. Девушки отдыхают Я приглашаю тебя на свидание Да, и когда же мы пойдем? Не знаю, но выглядишь ты потрясающе Так быстро все потратил? Привет Мила Я думал, ты в Вегасе Я была там Все еще грабите дома? Да, а что? Бобби не против? Он об этом не знает Я знаю парня, у которого есть бейсбольный мяч стоимостью четверть миллиона Бейсбольный мяч? Это простое дело Я поговорю с Джеффом О боже, обожаю эти хлопья Я не дам тебе какао-криспис Я хочу И фруктовые хлопья тоже Да У тебя ложки есть? Ты ведь покупаешь их потому, что думаешь, что я приду? И ты приходишь Тебе стоит больше улыбаться Мне нравится твоя улыбка Мой папа всегда мне говорил Улыбайся, у тебя красивая улыбка Он прав Какие планы на вечер? Не хочешь остаться? Надо встретиться с риэлтором В Абисе Хорошо Помнишь, как мы ездили в Паэрто-вольерто? Да Надо еще съездить Как насчет пятницы? Пятницы? Пятницы Почему бы и нет? Привет Почему ты не оставишь его в покое? Отделение ФБР Бостона Ни отпечатков, ни следов На камерах слежения нечего Цех чист Они переплавили там полтонны золота И никаких улик? Значит им помогали Да, мы всех допрашиваем Ирландцев, итальянцев Мы допрашиваем Всех Может стоит купить мебель? У тебя есть деньги, купи Вчера я отдал тебе 35 тысяч Ты не мог потратить все за один вечер Я не потратил Сколько ты потратил? Теперь ты моя мать? Забудь об этом Что делаешь? Ищу кое-что в интернете Да И что? Бейсбольный мяч Бейсбольный мяч? Отличные ножки Мы с Энни едем в Пуэрто-Вальярто в эти выходные Да, это будет весело Бейпрут и Дизидин Бейпрут и кто? Они оба расписались на одном мяче На прошлой неделе его продали на аукционе Сотбис за 245 тысяч долларов Правда? Ух ты Лас-Вегас, Невада У меня уже есть покупатель Сейчас мы на стадии обсуждения цены Но сделка может состояться в любой момент Да Если вас это интересует, вам следует что-то предпринять Какая разница в вашей цене и в цене покупателя? Мы просим 8 тысяч за акр, он согласен на 6 Но это ненадолго Даже в самых сложных сделках в итоге приходишь к компромиссу Я заплачу 8 Правда? И какой контракт вам нужен? 15 дней, может меньше Да Но я не хочу, чтобы вы давали шанс этому парню Либо я, либо он Этот тип мучает меня целый месяц Считайте, что мы договорились Вот и отлично Значит, вы хотите взять в кредит 1 миллион 600 тысяч долларов, чтобы купить землю? Да Не обдуманно Государственный банк Невады Тут нечего обдуматься Значит, у вас есть 62 тысячи наличными и 427 тысяч ценными бумагами В чем проблема? Вы не работаете? У вас минимальный капитал и никаких активов? Я работаю на себя Ясно К сожалению, банки не слишком заинтересованы в сделках с землей Вы можете предложить что-нибудь еще? Нет Но Шерри уверила, что вы мне поможете Я уже давно не виделся с Шерри Я нашла ваши с ней фотографии, помните, в прошлом году? Вам было тогда очень весело Не хотите взглянуть? Нет Нет А как поживает ваша жена? Вы все еще вместе? Кстати, вот она Да, мы все еще вместе Хорошо Тогда позвольте мне объяснить вам правила Вы убедите вашу комиссию дать добро на кредит Мои условия полтора процента и полная выплата средств Сразу Это не... Я верну вам деньги через два месяца Плюс вам тоже кое-что достанется Купите подарок жене Лайл, поверьте мне, это выгодно для всех Прости, нет Уверен? Я бы что-нибудь услышал Тона золота в Бостоне Да ты шутишь Есть что-нибудь? Нет А у тебя? Нет Малана, иди сюда О боже Привет У меня для тебя кое-что есть? Правда? Да, я получила зарплату Думаю, тебе это пригодится Да Я тебе верну Нет, можешь не возвращать Но в это заведение придет письмо Это бумаги из VLM Limited Trust Поняла? Передаши к ним Да, конечно Отлично Они все еще пьют коктейли Сигнализация отключена Так что подойдет любое окно Без подписи он ничего не стоит А вот с автографами Это реальные ценности Можно подержать? Прости Милый суп на столе Что ж, давай поедим Отлично Не против, если я гляну Какой там счет? Конечно, валяй Уолтер? Да, иду Все чисто Черт Нельзя взять их все? Нет, только тот Это он? Дизидин? Джо Деманжо, тупица Как тут понять? Смотри Убита Теда Уильямса Кто-то идет У вас 10 секунд Волтер Уолтер Уолтер Девушки отдыхают Ты купил землю? После всего, что ты вытерпел от этого кретина? Милый Я понял В итоге это обойдется мне в два раза дороже Думаешь, Стю, тебя надул? Я не могу это доказать Кто-то купил эту землю в кредит Уверен, что Бинтер замешан в этом Ты в курсе, что кто-то вломился к нему в дом? Что? Да, его ограбили Ты еще не знаешь, что они взяли Смотри, что Джек мне купил Здорово Это норка Ясно И где в Лос-Анджелесе ты ее надеваешь? В постели Обожаю эту девчонку Подожди У Энни есть покупатель Мы должны быть и в Вискаунте через час Мы получили отчет по поводу ингалятора из Рино Они проверили цифры на Лейбле Какой-то парень оставил его на остановке за городом Есть совпадение с Дэнко, который мы взяли на сигаретах? Пока нет Похоже, того, кто их выкурил, нет в нашей системе Группа крови Ничего Никаких отпечатков Но он случайно оставил слиток Он издевается над нами Что? Он не в Бостоне Он не пользуется ингалятором и не курит Возможно ли, что он такой умный? Отель Вискаунт Инн, Лос-Анджелес Ты не голодна? Я подумала о детских хуперах Думаю, здесь их нет Можно приготовить тост Ты нервничаешь? Нет Ты не обязана здесь находиться Я этого хочу Я этого хочу это те ком я говорила она сказала что знает у кого он я ей не поверил ты очень плохая девчонка очень плохая и так сколько вы за него хотите 200 тысяч почти столько же бендер заплатил на аукционе теперь он столько не стоит могу сделать скидку до 50 штук не знаю что вам сказала и не но больше я не заплачу хорошо твой потолок 75 простите ты ведь можешь заплатить больше послушай я бы заплатил но он украден я не смогу его никому показать он будет лежать у меня в сейфе 100 ты больше нигде его не продашь парень не волнуйся они вернутся в бостоне их даже не было откуда тогда взялся этот слиток кто-то из их команды привез его сюда специально и оставил в машине тебе не кажется что это слишком изощренно я думаю этот тип профессионал он очень педантичный мы не нашли ни одной улики ни одной зацепки ничего вообще у меня здесь куча коробок с отчетами образцами днк все это чушь значит вы работали шесть недель и у вас ничего нет нет у нас есть очень ловкая сработанная сконцентрированная группа с одним главарем и и у нас есть это так где они черт возьми 17 новых сообщений эни ты идешь нам пора детка у меня в полдень встречи в вегасе эни эни вот ты где я вчера заходила тебя не было я был в спакане чем могу помочь карла просто хотела узнать твое мнение по поводу бонусов звучит неплохо все с ума сходят из-за этих бонусов я рада что ты не против из-за этих бонусов Я в деле Знаешь, ты был прав Не надо было давать мне столько денег Сколько осталось? Около семи сотен Мне неловко После ограбления Они уволили Ренату Они уволили почти всех Решили, что это кто-то из своих Может, она сможет продать шубу? Что мы будем с этим делать? Окей Ладно Оператор Сидни Сайдл Фильм озвучен телекомпанией НТВ Плюс По заказу НТВ Режиссер Дарья Зайцева Звукорежиссер Александр Зубов Перевод Игоря Ильинского Текст читали Ольга Плетнева и Павел Кипнис Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok